Друзья, всем привет! Если вы думали, что установка Linux закончится установкой этого простейшего варианта, просто с терминалом без графической оболочки, то вы ошибаетесь. Сегодня будем смотреть уже установленную Asahi Linux на этот M1 Mac. У меня все-таки получилось поставить с графическим интерфейсом KDE, поэтому давайте откроем, да посмотрим. У нас встречает такой вот прекрасный звук, и сразу идет загрузка. Система довольно быстро загружается. Давайте залогинимся и посмотрим, что к чему. Итак, мы загрузились, и вот мы видим перед собой рабочий стол. Вот так все хорошо выглядит, приятно, что у нас есть все знакомые нам элементы управления KDE. Естественно, мы можем открыть терминал тот же самый, допустим, набрать MC, мой любимый Midnight Commander, который я поставил. Потом включаем сразу же Split View, и допустим, запускаем H-TOP. Видим все процессы, которые запущены. То есть, в принципе, весьма комфортно работать с системой. И сразу становится приятно от того, что вот, классно, это же Linux, я его могу конфигурировать по своему желанию, это очень удобно и клево. Да, в принципе, это реально дает некоторую свободу действий. Допустим, открываем вот панель пуск, как я ее называю, хотя это, конечно, не пуск, но линуксовский аналог пуска. Открываем All Applications, и здесь мы видим довольно много всего. Допустим, я поставил Chromium здесь у нас, тут разные Deathmatch Classic я поставил. Кстати говоря, игры в Steam я поставил себе, то есть можно спокойно работать со Steam. Хотя как-то он порой не очень хорошо работает. Давайте запустим, да посмотрим, кстати говоря, как Steam у нас открывается. Steam. Я поставил Return to Castle Wolfenstein. Плохенько он работает, честно говоря. Не могу сказать, что мне нравится, но тем не менее, вот что есть, то есть. Другие игры, также я запускал Deathmatch Classic. Тоже как-то не очень все работает. Xonotix запускал тоже шутер, этот линуксовский. Ну, так себе, знаете, я бы не сказал, что мне прям нравится. Ну, вот видите, Steam запускается, допустим, что происходит, вообще не понимаю. Launching Steam, и так он висит довольно долго. То есть, ну, так себе, все как-то недопилено, недоделано, как-то вот. По студенческой, я бы сказал так. Ну, это линукс, я не ожидаю от линукса очень много. Эта система классная для людей, у которых нервы выдерживают все это. Мои нервы, они не выдерживают. В принципе, Proton ставится, Proton работает. То есть, смотрите, если мы зайдем в настройки Steam, вот Ability, и видите, Proton стоит. Proton Hotfix стоит. Вот, видите, можно разные версии Proton оставить, и все нормально работает. Proton установлен, все работает. Далее, что смотрим? Ну, конечно же, стандартное приложение в целом. Допустим, тоже System Monitor, KDE-шный, да? То есть, видите, все вроде более-менее нормально работает, функционирует. Вот, открываем другие приложения, Multimedia, то же самое, VLC, потом, что у нас есть всякие другие, даже программы для записи дисков. Вот, К3Б, я не запускал. Не думаю, что многие будут пользоваться программой для записи дисков, допустим, но есть одна программа, которую в Mac я аналога никогда не нашел. Потому что диски utility, утилита для работы с дисками, в Mac реально плохая. Так вот, G-parted, если мы наберем G-parted, открываем, видим разделы, по-человечески, можно делать resize, mount point, выставлять, что угодно. То есть, видите, реально классная программа для работы с дисками. То есть, очень многие утилиты в Linux, они вот с ним идут вместе. Это так клево, что просто запустил, поставил, доставил, и все хорошо работает. Маки же что-то нужно покупать, стоит денег. Опять же, система гораздо больше пространства занимает на диске. Mac OS совершенно не умеет работать с дисковым пространством. То есть, очень много забивается всяким лишним и прочее. Но Linux, видите, минус такой, что он плохо допилен. Хотя, в принципе, вот основные такие утилиты, допустим, LibreOffice, все есть, все работает, и, в принципе, никаких нареканий у меня лично не вызывает. То есть, все приятненько работает. Переключение между, допустим, окнами, тоже alt-tab, все прекрасно работает. Ну, тут, кстати говоря, кроется еще один минус. Потому что я же привык к command-c, command-v, да, и нужно привыкать заново к этим другим комбинациям, ну, к стандартным PC-шным комбинациям. То есть, ну, немножко некомфортно с этим всем. Ну, тем не менее, можно привыкнуть, и, в принципе, все нормально. Меню настроек. Опять же, можно открыть настройки, поставить, какой мы хотим wallpaper, значит, какая у нас картинка на рабочем столе. Любые вещи можно конфигурировать. Гораздо больше конфигурации, чем нежели на Mac. И это приятно, это предсказуемо, это то, что я ожидал. То есть, ну, гораздо больше разных опций. То есть, столько всякой конфигурации возможно, то, что в Mac даже не мечтаешь об этом. Ну, или нужно ставить отдельные программы, покупать опять же. Потом, что хочу сказать, сразу же и про минусы поговорим. Почему-то у меня не работает Pac-Man. Это Pac-Man, это утилита у нас для установки пакетов. Так вот, если я наберу, допустим, эту команду, естественно, спрашивает сюда пароль. И дальше, смотрите, что он пытается синхронизировать что-то, но оно не пойдет. Я уже, видите, и репозиторий поменял, что-то изменил, но все равно не работает. Почему-то не срабатывает. По какой-то непонятной мне причине, вот он не хочет скачивать новые пакеты. Не знаю. Пока что я ставил все через непосредственно магазин приложений. Ну, как сказать, не магазин приложений, так как это обычно в Apple, да? То есть, ты покупаешь за деньги. Тут как бы все бесплатно, насколько я понимаю. Но, тем не менее, вот через Discover, правильно называется так, да? Можно нажать Install и поставить необходимые нам пакеты. Вот, допустим, для работы с видео, для обработки видео. То есть, все, что необходимо, нам есть. Но, знаете, чего нет? Android Studio, допустим, вообще нет версии для ARM. То есть, я не могу поставить ARM версию для Linux. Для Mac есть Android Studio на ARM. Все хорошо работает. Кстати говоря, у меня есть несколько видео на этот счет. Я использовал эмулятор из Android Studio. Потом с помощью утилитки Фрида подключался к эмулятору. Значит, делал некоторые действия с сетевым трафиком, с приложениями. То есть, это было весьма интересно. Так вот, это все сделать на Linux и ARM трудновато будет. Потому что нужно по отдельности все поставить. В принципе, возможно поставить IntelliJ IDEA версию для ARM. И потом добавить туда модули для Android. А потом все по отдельности поставить. Но, видите, проблемки возникают. Мне, кстати говоря, спрашивали в прошлом видео, допустим, что с Vulkan. В Vulkan Info. Тут можно набрать команду и узнать, что у нас происходит с этим драйвером. Для работы с видео. В Vulkan Info набираем. Видите, что у нас Vulkan Info отрабатывает. Значит, все нормально. В Vulkan поставился. То есть, в принципе, работа с графикой, она будет производиться нормально в этом дистрибутиве. Кстати говоря, чтобы доказать вам, что я использую Asahi Linux, я наберу, естественно, Uname R. И вы увидите, что вот, пожалуйста, Asahi Linux. Arm 6.4. Вот, то есть, все успешно работает на MacBook'е с M1. В принципе, из минусов, это то, что Thunderbolt не работает. С внешними дисплеями, я так понимаю, не очень все хорошо. Ну и, в принципе, видно, что система, ну так, не допилена. Не допилена. А, кстати говоря, вот что еще хочу показать. Если наберем LSCPU, то нам покажет, что процессор у нас M1, Apple M1, 64-бита, все дела. То есть, все хорошо отрабатывает. Хотел еще показать Box. Так вот, эта штука позволяет нам запускать виртуальные машины. И если мы, допустим, выберем Install from File и выберем, допустим, ну, какую-нибудь ReactOS или Хайку, давайте Хайку попробуем. Такая интересная операционная система по мотивам BOS сделанная. Вот так вот, если мы ее откроем, говорим, окей, давайте поставим там Memory, Storage Limit, все, выбрали. Еще у нас с памятью сконфигурировали, нажимаем Create. Нет, не хочет. То есть, потому что это ISOшник x86, мы не можем запускать ничего здесь. То есть, мы не сможем запускать виртуалки x86. Виртуал бокса подарок нет. В общем-то, выбор ограничен. Единственное, что поставить можно QEMU. Вот, QEMU можно поставить, сконфигурировать, но опять же, все будет медленно работать в эмуляции. У меня уже несколько видео есть на этот счет. Я на Macе ставил, значит, запускал QEMU и всякие его аналоги. И плохо очень работало, еле тянуло, поэтому это не самая лучшая идея. Так что, вот таким образом это все работает. С эмуляцией можете забыть, только разве что ARM образы. Ну, в принципе, зачем на ARM Linux запускать еще какой-нибудь ARM образ виртуалки другой? Ну, как бы только Linux, получается, можно сделать. Вот. Винда, это вот можно запускать винду через Parallels в Macе, но Parallels под Linux нет. То есть, видите, такой очень странный вариант, очень многого нету, многое не работает. Ну, DOSBox, конечно же, можно попробовать запустить. Опять же, DOSBox успешно работает, все нормально, все функционирует. То есть, DOSBox хорошо. Эмулятор DOS-овских всяких программок, он у вас будет работать. Вот, Flatpak работает. Flatpak успешно, можно искать образы, допустим, набираем, к примеру, Flatpak Search. Ну, пускай VLC тот же самый. Да, видите, VLC покажет там. Кстати говоря, QEMU. Я его поставил, сколько я помню, но почему-то QEMU у меня не запускается. То есть, надо разбираться. По ходу Flatpak, видите, не поставился в итоге. Даже если мы набираем Flatpak Install, то он что-то оставилось, но в итоге не получилось, не заработало. Потому что под ARM64 нет этого нужного образа Flatpak. То есть, эмуляции, как вот Rosetta, да, допустим, на Mac'е, X86 архитектуры нет толком в Linux. То есть, тут все должно быть сконфигурировано под ARM-систему, под ARM-процессор. И, видите, ничего не работает толком. Получается, что вот такой компромиссный, так себе вариант. Очень много чего нет. Но, с другой стороны, яркость регулируется, да, звук работает. То есть, все функционирует. Кажется, ну, как бы, я не вижу никаких видимых проблем. Ну, и там что-то вылетает, и сям вылетает, и, в общем-то, не идеально все работает. Ну, файловый менеджер доступный, опять же, все хорошо. То есть, можно пользоваться, ну, разобраться нужно разве что с Пакманом. Почему не ставится пакет, то есть, нужно понять, что с репозиторием, почему не прокачивается. Ну, я думаю, это, в принципе, все довольно легко решить. Ничего сложного здесь нет. Опять же, всякие игрушки, допустим, 2D. Вот я SuperTux платформер поставил. Вот, допустим, можно запустить Story Mode. Тут я уже какой-то уровень прошел. Можем сюда перейти. И поехали. Так. Эть. Тум. Можно немножко и поиграть. Ай, наткнулся. Короче говоря, вот. Можно поиграть в разные 2D платформеры из 90-х. Ну, ладно, нулевых скорее. Да, то есть, пожалуйста, можно пробовать. С другой стороны, видите, это все какая-то как игрушка смотрится. То есть, явно на постоянку я бы не стал это все использовать. Я бы скорее стал Mac использовать. Потому что даже за 2 дня, что я использую это все дело, да, как бы, казалось бы, ну, окей, я уже должен какое-то мнение сформировать. Так вот, то мнение, которое у меня появилось на данный момент, это то, что это все, ну, непригодно в долгосрочной перспективе. Итак, какой итог всего этого? В принципе, пользоваться можно. Система рабочая. Стал бы я ей пользоваться постоянно? Нет. Не вижу большого смысла. Только разве что, как вот дополнительная система, какая-то вдогонку к macOS. Несмотря на то, что macOS сейчас не в самом лучшем виде, но вот что есть, то есть. Если вы хотите Linux-машинку, покупайте себе маленький компьютер, тот же Raspberry Pi, и то уже будет подходить для многих целей разработки. Ну, какой-нибудь из последних, да? Либо уже нормальный компьютер и ноутбук с Linux на x86. Потому что на ARMY Linux, ну, такой себе. Не самый лучший, я скажу так. Очень много ограничений и очень много проблем с ним. Вот. А пока что сейчас уже в гораздо лучшем виде Asahi Linux, чем когда-то он был. Но все равно далеко не делал. Далеко не делал. Посмотрим, куда это все приведет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Будет новое видео. Ну, уже, наверное, не по этой тематике, потому что немножко надоело. Скорее всего, будет про информационную безопасность. И вот такое все. То есть подписывайтесь. Будет всего много нового. И пока. До свидания.